Добрый вечер, господа. Сегодня случайно шел в город встречаться с одним подписчиком и в инстаграме пишет мне вот Григорий такой появился. Молодой подписчик, привет. Я так, сдалека. А что у него случилось? Он живет сам в Николаеве, да? Да, в Николаеве живу. Вот смотрите, какая у него бляхана. Я с такой... Опа. У меня, правда, другая была, военно-морская. Ну давай, расскажи, что там. Да ну, что я могу рассказать. В общем, здесь организовали конкурс. Здесь был финал конкурса. Конкурс назывался «Морское дело». Нет, ты сначала скажи. Само начало. Только те лет, где ты учишься. Хорошо. Мне 20 лет. Я учусь в Николаевском факультете Державного университета инфраструктуры и технологий. Где-то полгода назад к нам приехали и сказали, что вот фонд Бориса Колесникова организовывают конкурс на морскую тематику для всех университетов Украины. И любой желающий может участвовать и может выиграть поездку в Грецию на лучший форум в мире на морскую тематику. Ну, я, конечно, решил поучаствовать. Ну, вчера был финальный тур. Надо было презентовать свой проект в морской и речной отрасли. Я презентовал суда с электротягой. То есть, как есть электрокары, так вот с подобными установками будут сюда для небольших переправ. Например, грубо говоря, с одного на другой край речки. Ну, и плюс там ветроэнергия, солнечные батареи. Ну, и это все может стать выгодно, дешево и развить инфраструктуру. Ну, и как вы поняли, я победил. Мой проект понравился жюри. Плюс моя уверенность, наверное, сыграла свою роль. Покажи грамот. Да, могу показать сертификат. Теперь человек поедет в Афину. Да, поеду в Афину на международную выставку по Сейдонии. С 5 по 8 июня. Как раз день рождения, 8 июня. Подарочек себе заработал. Сранее не будем познать. Ну, в общем, в Киеве в первый раз. Очень, очень рад, что попал сюда. Даже если бы не победил, я бы остался полностью доволен. Потому что два дня я тут, и два дня я просто гуляю все время. Гуляю, гуляю. И мне кажется, что я бы мог еще две недели гулять, и все было бы как новое. Ну, очень интересно, очень доволен. И вот решил вживую пообщаться, познакомиться с Генадием. Ты это расскажи как-то там на канал-то набрел. На канал? Ну, смотрел же как-то. Да, ну, я, поскольку учусь в морской специальности, начал искать видео. Вообще, что-нибудь, как там в море и что. Потому что я не был в море никогда. И вот нашел такой канал. Нашел еще пару каналов. Ну, там, во-первых, меньше вылаживают, меньше объясняют. Более какие-то отрезки. А здесь уже был практически готовый сериал к тому времени. Ну, я начал смотреть, заинтересовался. Кстати, опять же, там Афины были вначале. Тоже это дало мотивацию определенную. Ну, и вот я смотрел. Еще не досмотрел, конечно, сериал. Ну, вот. Там уже много. Там уже много. Да, но я смотрю все равно отдельные, свежие новые выпуски. А сегодня буквально листал Инстаграм, увидел, что Геннадий был в музее. И я тоже был там. В музее недалеко, скажем так. Да, был, был в том районе. Вот. Увидел, смотрю, буквально 15 минут назад. Решил же написать, что за музей. А потом думаю, почему бы не встретиться, может, познакомиться, пообщаться, вот рассказать, что все-таки в нашей стране что-то делается для развития морской отрасли. Хоть немножко, хоть какими-то отдельными людьми. И, ну, в общем, это уже, наверное, последнее, что я хотел в Киеве. Пожелаем тебе успехов, значит, в будущем, чтобы ты там развивался по морской тематике. Тебе же что-то механическое, да? Что-то механическое, да. Ну, все. Конечно, тебе будет тяжело вначале. Метельник материста, получается. Вначале будет очень тяжело. Ну, потом, если пробьешься, как-нибудь нормально. Ну, во-первых, я желаю всем добиваться своих целей. И все-таки всем механикам будущим, всем будущим вообще морякам, ну, удачи. Потому что, как я понял, будет сложно. Больше, в общем, что я вам скажу. Добивайтесь целей своих, ставьте цели, добивайтесь их. Это, наверное, главное. Большое удовлетворение получаешь от того, когда добиваешься целей. Это точно. Давай, пожелаю тебе успехов. Спасибо. В общем, надеюсь, в будущем у тебя все будет классно. Спасибо.